Всем привет! Меня зовут Вероника Артишевская и мы на канале Процветок. Сегодня мы разберем очень важную тему, это фосфорное питание растений. Он важен на всех этапах роста и развития растений, начиная от проращивания семян, формирования корневой системы и закладки репродуктивных органов. Также фосфор является энергетической валютой растительной клетки. Он входит в состав всех энергоемких молекул, а также помогает азоту строить органику, то есть, собственно говоря, тело растений. Фосфор в почве находится в составе органического вещества, собственно, гумуса, так называемый органический фосфор, и в составе почвенных минералов, так называемый неорганический фосфор. Фосфор трудно усваивается растениями, и в этом случае на помощь растениям приходят микоризообразующие грибы и фосфат, мобилизирующие бактерии, которые переводят фосфор в удобную для растений форму. Как правило, растения, особенно плодовые и овощные культуры, нуждаются в дополнительном внесении фосфора в виде удобрений. Выбор формы удобрений зависит от типа, а в особенности от кислотности почвы лучше всего фосфор усваиваться в диапазоне от 6 до 7,5 pH. Если у вас кислая почва, стоит обратить внимание на такое достаточно бюджетное фосфорное удобрение, как фосфоритная мука. Это удобрение производят путем размола минералов из группы апатита. Такое удобрение можно использовать в дозировке 7 кг на 1 сотку или 70 г на метр квадратный. В данном случае фосфоритная мука еще и раскислит почву, что, собственно, положительно скажется для кислых почв. Для щелочных и нейтральных почв также можно использовать фосфоритную муку, но совместно с нитратом аммония или ломячной селитрой. В этом случае вы замените таким составом более дорогое удобрение аммофос. По сути дела это будет аналог аммофоса. Также можно внести фосфоритную муку в увеличенные дозировки, например, 20 кг на сотку или 200 г на 1 метр квадратный. Такой прием называется фосфоритование. В этом случае запас фосфора будет на 5-7 лет. Такое фосфорное удобрение, как суперфосфат, хорошо подходит для нейтральных и ближе к щелочным почвам. На кислых почвах это удобрение малоэффективно. Идеальное условие для того, чтобы фосфор хорошо усваивался растениями, это влажная почва, хорошее освещение и достаточно высокая температура, от плюс 15 и выше. Но, к сожалению, не всегда бывают такие условия, и поглощение фосфора растениями затрудняется. Что же делать, если условия для поглощения фосфора корнями неблагоприятные? Например, засуха, низкая температура и тому подобное. И тем более мы видим, что растения испытывают острый дефицит фосфора. А это проявляется прежде всего в побурении, в такой, скажем так, антоциановой окраске листьев, особенно старых листьев. Бытует мнение, что внесение фосфора по листу малоэффективно из-за плохого проникновения фосфора через кутикулу листа. При этом ряд исследований доказывает целесообразность данного способа, особенно при остром фосфорном голодании растений и неблагоприятном для поглощения фосфора корнями условии. По листу мы можем вносить любые водорастворимые формы фосфора, такие как суперфосфат, монокалийфосфат, амофос. При этом дозировка должна быть примерно в два раза ниже, чем при корневом внесении. Это примерно 25-30 грамм на 10 литров. Итак, сейчас мы будем вносить фосфорные удобрения под нашу яблону. Для начала нам нужно рассчитать норму расхода фосфорных удобрений и выбрать форму фосфорных удобрений. Мы измерили кислотность почвы, pH у нас 7, поэтому я выбираю суперфосфат. Теперь нужно рассчитать площадь проекции кроны. Для этого мы проводим условную линию вертикальную по краю наших ветвей и считаем расстояние от ствола до условной вертикальной линии. Это 2 метра. Дальше мы используем формулу площади круга πr квадрат. Умножаем 2 на 2, это 4, и умножаем на число π. В результате площадь примерно получилась 12 метров квадратных. Для этого нам нужно количество удобрений, необходимое для плодовых культур, умножить на 12. То есть 20 грамм умножаем на 12 и получаем 240 грамм. То есть 240 грамм удобрений суперфосфата нам необходимо для подкормки яблоней. А следующее условие для внесения фосфорных удобрений нужно понимать, что фосфор это малоподвижный элемент, и поэтому нельзя просто рассыпать фосфор по поверхности. Его нужно обязательно заделывать в почву, то есть вносить непосредственно в корне обитаемый слой. Как же это сделать в данном случае? Я использую вот такой конус. Это конус для посадки луковичных растений. Можно использовать лом. И мы проделываем отверстие по площади проекции кроны, где-то, как у нас получается, на 15, желательно 20 сантиметров. И теперь необходимое количество удобрений, то есть это 240 грамм, мы помещаем в наши отверстия. Вот таким вот образом. Также мы помним, что для лучшего поглощения фосфора корнями почва должна быть хорошо увлажнена. Поэтому желательно после внесения фосфорных удобрений почву хорошо полить водой. Я надеюсь, что с помощью этого ролика вы узнали, как правильно выбрать фосфорное удобрение непосредственно для вашего типа почвы, для вашего участка, а также как правильно их вносить. С вами была Вероника Артишевская. До новых встреч!